Возьми у меня интервью! Господи, возьми у меня интервью! Наконец-то! Да! Давай. Что ты вкладывал в песню «Цветы»? Просто очень многие люди на самом деле мне говорили сегодня, что «Цветы» — это их любимая песня. Вот. Что ты можешь сказать об этой песне сам? Как автор? Ничего не хочу говорить. Просто песня. Ну что значит «ничего не хочу говорить»? Наверное, почему? Ну, я говорю, несколько человек ко мне подошли и сказали, что «Цветы» — это просто любимая песня «Пыли». И как ты думаешь? Почему? Я думаю, потому что две темы есть. Секс и сумасшествие. Это интересно людям. И когда они в одной песне особенно, это вдвойне интересно. Секс и сумасшествие. Вот. Эта песня об этом. Окей. А твоя любимая песня «Пыли»? Все любимая? Нет, ну, любимая твоя песня «Пыли». Ну, не может быть такого «Все». Ну, я не могу так ответить. Реально все. Нет, отвечай. Потому что если у меня не любимая, я не играю. Отвечай. Любая песня, ну, которая в голове, я не знаю. Ну, которая первая сейчас вот пришла в голову. Вот прям сейчас. Люди, например. Люди, да. С погибшими глазами. С погибшими глазами. Хорошо. Понятно. Почему тебе нравится сериал «Школа»? Ну, потому что он настоящий. Без всякой херни. Там играют хорошо. Смотрится очень. Легко. Приятно. Весело. Интересно. Это здорово. Там нет никакой хуйни. Ты меня в стиле сериала «Школа»? Да, да. Именно. Молодец, молодец. Я стараюсь. Офигенное интервью. Ну, расскажи там, типа, о себе. Ну, вот. Расскажи о себе. Да, почему ты решил стать музыкантом? Я там родился на 1864 году. Нет, неправда. Было ещё отмена крепостного права. Это неправда. Ты сейчас курьера, типа, из себя строишь? Да, мне очень нравится его речевая стратегия. Поэтому я вообще за курьера на эту тему. Надо именно так пожизнить. Нет, ну как ты понял, что ты музыкант? Не знаю. Просто это решаешь для себя. Вот ты музыкант. Ну, а как? Ты музыкант. Просто, типа, проснулся утром и такой, я музыкант. Или что? Да, нет. Ну, я с детства просто этим занимаюсь. Там, бренчу на гитаре. А потом раз, всё дальше и дальше. И как бы ты понимаешь, что живёшь уже этим. Тебе есть что сказать вообще для общества? Я думаю, да. Я вот сейчас снимаю тебя для камеры. Можешь сказать какое-то обращение сделать? Ну, мне есть что сказать для общества. Ну, я обращение твое записываю. Да. Не знаю, я всё в песнях говорю. А что ты в речи своей скажешь? Просто есть такое понятие, как акт высказывания. Вот всё, что я говорю сейчас, это ложится в определённую форму, так скажем. И наша речь, она скрадывается. Вот то, что я говорил, все слова, которые мой рот произносит. Так что, ну, я верю, что в искусстве, как бы, мы можем что-то сказать. В песнях. Через песни, через творчество, через музыку. И, как бы, через вот эти формы подачи гораздо больше мы можем сказать, чем через обыденные слова. Поэтому люди это, как бы, схватывают, сердца у них резонируют. Вот. Поэтому всё здорово так получается. С чем резонирует твоё сердце? Не знаю. С энергией какой-то потусторонней. Вот. Что для тебя потусторонняя энергия? Я не знаю. То, что не от мира сего. А как ты с ней связываешься, с этой потусторонней энергией? Я не знаю. Это само по себе как-то происходит. Просто я это чувствую. Просто, когда, допустим, новую песню пишешь, ты это ощущаешь. А если ты это не ощущал, это была бы, ну, вообще не песня, просто дребедень какая-то. Вот. Не нужно. Вот. А если вот этой связи нет, то это не нужно на самом деле. Вот это творчество там всё. Это просто, опять же, вот это произношение. Слов будет пустое. Вот. Но бывает так, что иногда что-то вот, что-то приоткрывается, что-то происходит. Вот. И если что-то происходит в том, что я делаю, я этим занимаюсь. Вот. Если так по чесноку говорит. Что тебя вдохновляет на новые треки, композиции, музыку? Я не знаю. Если бы вот что-то конкретное вдохновляло, это неинтересно было бы. Это был бы уже рецепт какой-то готовый. Вот. Всегда всё по-новому получается. Сама жизнь, наверное, можно так сказать, но часто это какие-то кризисные, пиковые ситуации эмоциональные, когда вот ты никак из этого не можешь выйти, кроме как посредством творчества, музыки, песен, стихов и так далее. Ты как бы подходишь в жизни, часто к какой-то черте вот, и дальше как бы ты не можешь уже. Дальше ты не можешь, но ты можешь как-то это воплотить в каких-то образах, перевести это на язык творческий и что-то реализовать. Вот. И ты это делаешь, и тебя это захватывает. Вот. Так что, можно сказать, что меня вдохновляет, я не знаю, то, что... невозможное что-то, невозможное. То, что лежит за пределами этого мира. Вот. Да, если честно говорить. Вот. Про что песня «Как любовь горит легко»? Не знаю, она о хрупкости и вообще отношения каких-то человеческих, что с определенного момента, ну, ты живешь, да, там, влюбляешься, там, школьная, допустим, у тебя любовь какая-то универская, и ты постепенно как бы понимаешь, что нельзя вот в эту любовь верить, что она будет вечно, что отношения человеческие такие хрупкие, и это какая-то боль. когда ты осознаешь вот эту мысль, вот, то, что какие-то совершенно великие чувства, они могут очень быстро сгореть. Это вообще о хрупкости всего человеческого. Ну, наверное, об этом много вообще песен есть у пыли. О хрупкости какой-то, ненадежности. Ну, тем не менее, настоящую любовь, ее надо искать все равно. Прям искать? То есть стараться, пытаться, не знаю, или что? Ну, стараться не надо, это само придет. Но надо стремиться к этому, потому что это очень важно. Это вообще связь. Ну, а как к этому прийти? Ну, ты поймешь, что ты почувствуешь, когда вот именно отношения будут на высоком астральном уровне, именно. Ты почувствуешь, что там твоя душа и душа любимого человека, они сливаются на каком-то высшем астральном уровне. Вот. Вот это очень важно. И тогда ты познаешь вечность. Ты познал вечность? Я думаю, да. Еще один вопрос. Допустим, когда я своим знакомым говорю, вот, послушай пыль, и какую песню мне сказать, чтобы они послушали? Они вообще не знают, что такое пыль. И вот какую песню мне им скинуть, чтобы они послушали, вообще не зная, что за группа? Ну, не знаю. Ну, может, «Сталкер», там, допустим, очень атмосферная песня, композиция сама, какая атмосферная, красивая. Можно, наверное, со «Сталкера» начать. Знакомство. Да, я думаю, да. Но для тебя любимой песни нет, все любимые. Для меня действительно все любимые. Вот. Вот. То, что мы на концертах, там, даже играем, каждая песня реально любимая. Вот. Ну, это честно. То есть, если мне самому, как бы, песня не нравится, я ее и не играю, я ее и не сочиняю. Вот. Вот. Просто такое ощущение, реально, что это не я это сочиняю, так скажем. Как ты считаешь, сегодня какая была лучшая песня? Сегодня, мне кажется, щель очень хорошо получилась. Вот. Эротика интересная была тоже. Вот. Эротика уж, как бы, сколько раз играешь, но она всегда какая-то интересная выходит. Другая. Разная. Не такая, как раньше. Да. Не знаю, «Страфы цветов» мне вот нравится очень играть на концертах. Вот. Там много, наверное. Пакет тоже. Тоже. У тебя есть какие-то творческие планы? Ну, всегда какие-то творческие планы. Всегда находишься, как бы, в каком-то процессе. Мне вот это именно интересно. Что-то новое запланировать. Вот что ты там... Тогда-то ты, там, будешь новый альбом, там, писать. Вот это мне интересно. Вот это для меня, как бы, есть жизнь. Вот. Смея интересная. Там над другими проектами работать. Дор, там, вот сейчас, там, погрузился в альбом. Мне интересно что-то новое сделать. Не так, как раньше было. Там, допустим, многим, там, вот, самоликвидация, допустим, нравится альбом. Да, это интересно. А, это не пыль. Интересный, да. Доровский, да. Самоликвидация альбом. Интересный был период, интересный этап. Но я не буду делать, как бы, одну и ту же работу все время. Мне вот это интересно и неинтересно. Я даже так не могу. Вот. Мне интересно что-то новое. Вот я искал, искал, там, долгое время какой-то. Новый звук, новые тексты делал. Потому что для меня тексты очень важны. И для меня вот это интересно. Как я нашел, вот это раскрылось. Я тут же за это хватаюсь, вот, ухожу в этом. И живу, как бы, в этом. И все работы, там, все записи, которые я делал, там, то есть, всех проектов, они вот такие были. То есть, я уходил в это, как в мир какой-то. Потосторонние. Вот. Для меня вот это важно. То есть, ты попадаешь в другой мир. Ты в нем находишься. Ты вот что-то делаешь, предпринимаешь и задействуешь все свои энергетические, творческие способности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.